Вселенную не постичь, пока мы не научимся понимать язык ее знака. Галилео Галилей. Года жизни 1564-1642. В ролях. Келли Райли. Том. Карди. Дэвид. Каик. Чарли. Кокс. Джейн. Эшер. Проект Андромеда. По мотивам романа Эф Хойла и Де Эллиота. Андромеда 1956 года. Элвис Пресли, когда-то известный человечеству, как король рок-н-ролла. Поступила информация о трех угнанных пассажирских самолетах. Отлично, Джон. Все нормально. Не спеши, Джон. Не волнуйся, все под контролем. Спокойно. Дерьмо. Эй! Ради бога. Джон, это не смешно. Военная научно-исследовательская база «Болдершоуфелл». Насколько древнее радиоузлучение может засечь таймер? Он может фиксировать радиоизлучение возрастом в саму Вселенную. Пение звезд. Странно думать, что все это было так давно. Просто след из далекого прошлого Вселенной. Забытый и потерянный. Ничего странного. Для астробиолога вроде тебя может и ничего. Джон не говорил, когда вернется? Мне не говорил. Серьезно, я с тобой больше не поднимаюсь. Слишком рисково. Угробишь нас. Не всегда так говоришь. Но ты все еще жив. Возможно. Это все равно твой последний шанс. Отлично. Сколько у нас осталось времени? Две, возможно, три недели. Но почему? Джон, компьютер уже построили. Спутник установлен. Он принимает сигнал. Мы сделали все, что нужно было. Мы останемся здесь, пока оборудование не протестируют. Они хотят, чтобы мы торчали тут вечно. Тогда стоит покорить еще пару вершин. Я прав? Миллиарды лет звезды формировались под покровом из темных полевых облаков. А потом? Потом из них образовались галактики. Млечный путь, Солнечная система, планеты, Земля. А потом, а мы сами. Вот так просто? Да, так просто. Я думала, ты математик. Дальше ты мне скажешь, что это дело рук творца. Я математик, поэтому я настроена скептично. То, что все это началось с какого-то спонтанного шума и пыли, кажется, не очень вероятны. Вот и все. С точки зрения математики. Что это такое? Не знаю. Проверь данные по источникам симхатронного излучения. Помехи? Я точно не знаю, но на помехи не очень похоже. Но откуда оно взялось? Это не может быть спутник? Не знаю, я пытаюсь остановить связь. Джону это понравится. Какая частота, Кристина? В районе 2 ГГц. Но сигнал слабый, много фоновых шумов. Однако структура повторяющаяся. Да, похоже на то. Я пытаюсь определить источник. Джон, иди сюда, посмотри. В чем дело? Сигнал. Повторяющийся сигнал. Откуда он поступает? Точными с наших или чьих-то еще спутников. Может, просто космический мусор? Нет, сигнал идет не от наших космических кораблей. Кажется, он поступает из туманности Андромеда. Андромеда? Генерал Ванденберг, мы обнаружили нечто невероятное. Низкочастотный микроволновый сигнал, исходящий из М31. М31? Извините, из галактики Андромеда. Со спутника или космического зонда? Не то, не то. Донни, ничто не должно отвлекать нашу новую игрушку. Конечно. Но это крайне необычный сигнал. Болдершоу построили за огромные деньги не для того, чтобы ученые могли развлекаться вскоре о том, как возникла Вселенная. Знаю, но... Его будут использовать для перехвата телефонных звонков, СМС, электронных писем от нежелательных адресатов. Если кто-то намерен помешать работе... Уверена, это никак не повлияет на работу компьютера. Доктор Флемминг убеждает, что... Министерство обороны не слишком-то верит в доктора Флемминга, да и доктора Бриджера. Без Джона мы бы ни за что не закончили этот проект. Пусть он и эксцентричный человек, но гений. А Бриджер? Джон без него не будет работать? Очень трогательно. Слушайте, вы не хуже меня. Знаете, что министерство не интересует астрофизика. Хотите участвовать в проекте? Следите за своими людьми. Ты где была? Разговаривала с Джоном. Да? Что ты делаешь? Джону нужна новая программа. Он хочет сравнить сигнал по базе данных с другими образцами. Я могу сделать это через Женеву. Астрофизическая лаборатория в Центральной Европе. Думаешь, это сигнал? Я не знаю. Надеюсь, что да. Уже три года мы строим им здесь мышеловку, чтобы они могли читать чужую почту. Да не важно, Кристин. Мы здесь уже почти закончили. Как насчет исследования Джона? Разве там есть какие-то результаты? Ничего ценного он не обнаружит. Может, какой-нибудь новый тип планеты. Если ему очень повезет, новую частицу. Может быть. Да, вполне. Знаю, назовем ее Флеминг. Это окупит все усилия. И давно ты стал таким циником? Если бы мы смогли отделить несущую волну... Денис, ты можешь отделить поле? Да, конечно. Это поразительно. Вселенная словно громадная книга, которая открыта и находится прямо перед нами. Шекспир? Галилей. Эта книга написана на языке математики. До Галилея мы считали себя центром мироздания. А потом, бам, все резко поменялось. Все наши догадки и убеждения исчезли в один миг. По крайней мере, теперь мы прочно стоим на ногах. Сначала Галилей. Потом Джон Флеминг. Так. Аккуратно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кажется, получилось. Что? Сообщение. Похоже, я его изолировал. Понятно. Джон, я не хочу, чтобы этот сигнал или что-то такое помешало тестировать компьютер. В каком смысле? Не стоит больше тратить на это время. Я посмотрела. Вполне очевидно, что это помехи. Это не помехи. Вот ты мне мешаешь. Я согласился работать при условии, что буду делать все по-своему, со своими людьми. А теперь ты говоришь, что я не могу использовать свой компьютер. Это не твой компьютер. Министерство и так довольно щедро разрешало тебе им пользоваться. А, вот в чем дело. Мне сказали, то, что я хотел услышать, а после окончания работы отправят в ассоции. Никто тебя не выгоняет. Ты знаешь, почему этот проект так важен. Исследования никогда не были единственной целью. Я приехал сюда, чтобы разработать систему, которая позволяет извлекать необходимую информацию. Несмотря на большое количество помех. Контртерроризм. Прослушивать спутниковые телефоны на Ближнем Востоке или еще бог знает где. Я ученый. Я приехал сюда для исследований. Ты знал условия? От тебя требовалось построить компьютер. Ты делаешь свое дело, а министерство использует его для слежки. Джон, с ними ругаться нельзя. Они все оплачивают. Я сюда не за этим приехал. Как думаешь, что это значит? Ну, если это двоичная репметика, я не знаю. Возможно, это набор инструкций. Правда? Джон, я... ...решил уехать. Проект завершен. Больше здесь мне делать нечего. Как это нечего? У тебя новая работа? Нет. Предложения поступают, но ничего конкретного. Что? Есть и другие люди, способные оценить меня по заслугам, Джон. Но мы всегда все делаем вместе. Мы же отличная команда. Мамбьютер наконец заработал. Подумай о возможностях. И как же сигнал? Нет, я думаю, лучше будет заняться чем-то другим. Ну, а Кристина? А что, Кристина? У нас ничего серьезного. У тебя возможно. Слушай. У тебя там все нормально, Джон. Все тебя слушают, выполняют приказы. Ты великий Джон Флеминг. А меня никто не слушает. К чему приведет это восхищение звездами? Это в каком смысле? Не знаю, я... С твоими мозгами можно делать что угодно. Ты можешь разбогатеть. Кто знает, даже найти свое счастье. Но мы все еще торчим здесь и изучаем звезды. Отец говорил мне, смотри на звезды. В них содержится все. Будущее, прошлое, настоящее. Бесконечная пустота и одиночество. Вот что я вижу. Джон. Джон. Что? Нас вызывает генерал Ванденберг. Он уже тут? Нет, но едет сюда. Вы правда думали, что можно отправить сообщение в Женеву, и агенты ничего не узнают? А это тебе как? Это может быть чем угодно. Не хуже меня, знаешь, что это. И Женева подтвердила это. Даже если это сообщение, смысл нам неизвестен. Это мы и собираемся выяснить. И если министерство обнаружит, что ты используешь их отслеживающую программу в своих целях, нас вышвырнут на мороз. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Говорить буду я. Будут задавать вопросы, обсуждать только проект. Ладно, ладно. Я думал, это твой офис. ДОуни, входите. Флеминг, подождите пару минут, пожалуйста. Я сказал, что об этом месте никто не должен знать. Вы связались с Женевой, это очевидное нарушение. Теперь я отдаю приказ, и от Флеминга с Бриджером нужно избавиться. Но мы еще не закончили. Доктор Флеминг. Спасибо за вашу тяжелую работу над этим необычным проектом. Это невероятно. Я совершил прорыв в квантовых вычислениях. Работает, как в сказке. Дополнительная вычислительная мощность позволила мне обнаружить повторяющиеся сообщения. Джон, мне кажется, генерал не это имел. О. Как я уже сказал, большое спасибо за ваш неоценимый вклад в этот крайне любопытный проект. Вы ведь шутите? Мне жаль, Джон. Лаборатория переходит под наше руководство. Но как же сигнал? Исследования заканчиваются немедленно. Нельзя. При всем уважении, доктор Флеминг, вы сами убедитесь, что можно. Нет, нельзя. То есть, я знаю, о чем говорится в сообщении. Хотите сказать, это сообщение с другой планеты? Вот именно. Инструкция от инопланетного компьютера? И программу, чтобы ее запустить? И если я не ошибаюсь, в этом сообщении речь идет скорее о генетике, чем о двоичной арифметике. Они отправили нам инструкцию по сбору нового генома? Возможно. Откуда поступил этот сигнал? Ну, есть только один способ узнать это. Какой? Построить компьютер. Дэннис? Дэннис? Я получил сообщение и сразу приехал. Тихо. Здесь повсюду сотрудники министерства. Я невинный американский турист. Ну что, поступил сигнал из глубокого космоса? Глубже некуда. И нам ничего не говорят. Я рассказал. Я едва успел сюда добраться. Они собираются огородить территорию. Знаю. Но мы лучше вам скоро уйти. Можно объективно оценивать обстановку. Мы можем оттуда следить, слушать, но... Самое главное. Объективно все оценивать. Я уже сказал, что не предам друзей. Но предать страну другое дело. Я держу вас в курсе. За это вы мне и платите. Слушай, Дэннис. Помнишь, мое правительство когда-то интересовало мелочи вроде Болдершоу? Я сказал, зачем построили Болдершоу, чтобы слушать союзников, а не врагов. Чьей гениальной идеей было сосредоточиться на Андромеде? Джона. Вам сразу повезло. Мы потратили миллиарды, пытаясь купить этот лотерейный билет. А вы купили его с первой попытки. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так что это фрагмент очень простой универсальной информации Они спрашивают нас, понимаем ли мы, что это Это первый шаг в общении Компьютер хочет говорить с нами Проверяет, понимаем ли мы его язык Язык элементарных частиц Если да, перейдем к следующему вопросу И какой следующий вопрос? Увидим Пока что мы можем только сказать, что понимаем это А потом узнаем следующий вопрос Кристин, ты готова? Готова Что это? Это цепочка ДНК Уму непостижимо Они предоставили несколько вариантов того, как могут быть устроены наши организмы Если вы правы, результаты могут быть потрясающими Позвольте прояснить, если мы отправим им формулу ДНК Компьютер может на это как-то отреагировать? Получается, что мы можем общаться с ним? Узнать, откуда взялась программа? И что ей известно? Кого он пытается обмануть? Он ведет себя, как впечатлительный школьник Будь благоразумен Если ты прав, это дело мировой значимости Нам нужно министерство Но какой ценой? В каком смысле? Посмотри на него, он идиот Видела, как глаза заблестели? Министерство злить не стоит Если хочешь, закончить программу Ты ему доверяешь? Ну, не знаю, Джон Мы вроде бы здесь все заодно, нет? Войдите Джон, ты не видел Денниса? Нет, думаю, он пошел подышать свежим воздухом Я просто его ищу Можно немного побыть здесь? Да, делай, что хочешь Только сядь Думаешь, он уйдет? Я не знаю Думаю, тебя бросит только дурак Если бы ему было куда пойти Он бы дважды подумал, прежде чем бросить меня А ты как? Ты ведь не уйдешь, правда? Я? Нет Откуда такие мысли? Не знаю Этот генерал, он может нас вышвырнуть За меня не беспокойся Такие события я ни за что не пропущу В любом случае, только я могу работать с компьютером Джон? Что? Что? Ничего У тебя все нормально? Пойду я, пожалуй Извини Потрясающе Мы дошли до структуры молекулы белка Потом он стал задавать еще вопросы Он предложил нам множество разных структур Основанных на белке Очевидно, он хотел, чтобы мы дали больше информации И? И вот что он нам прислал Это сообщение включает в себя Молекулярную структуру гемоглобина Что, теперь он знает, какая у нас кровь? Теперь он знает гораздо больше Прости, в каком смысле? Мы следили за ним с главной машиной И он сумел обойти антивирус и подключился к сети Ого, он нашел самый быстрый способ получить необходимую информацию Ты вроде бы сказал, что все надежно, Джон Так и было Продолжим, посмотрим, что будет дальше Что ты делаешь, Деннис? Копирую файлы с информацией Зачем? Потому что поступает столько информации, что у себя Мне будет гораздо удобнее ее изучать Есть идеи, что это может быть Кажется, напоминает структуру живой клетки Кажется, напоминает структуру живой клетки Кажется, напоминает структуру живой клетки Все, теперь это биологически опасная зона Без бахилы с застегнутого халата я тебя не пущу Но я и так в халате И пока я не разрешу во второе помещение не входить Что там происходит? Я пытаюсь построить последовательный стерноцепочный ДНК Который будет реплицироваться в виде бактерий-клонов Разве нет риска, что возникнет новый вирус? Разве не в этом суть клонирования бактерий? Не знаю, я только в компьютерах разбираюсь Тогда лучше не спрашивай биологов А Ванденберг дал карт-бланш? Не Ванденберг Карт-бланш нам дал кто-то Или что-то из галактики Андромеда Иди сюда, взгляни Иди сюда Вот, смотри Примитивные клетки Мы собрали их из имеющихся материалов Жизнь в пробирке Ты собрала или компьютер? Теоретически я могу попросить компьютер собрать любую ткань Зачем? Ну, если они начнут делиться Можно будет создавать более комплексные структуры Я хочу знать, можно ли создать структуры на основе тканей Представь себе Кому-то нужен орган И мы просто создаем его в лаборатории Боже, не представляю, какие нас ждут результаты Не уверен, что идея хорошая Что? Просто слепо выполнять все его просьбы Джон, разве ты не понимаешь, что он нам предлагает? Представь, какая это польза для медицины, человечества Как мы можем отказаться от такого? Донни, правда, пытается создать жизнь? Восомнила себя Богом Но от такого сложно отказаться, да? Нет, я серьезно? Знаю Еще вопросы будут? Не смейся надо мной Впрочем, я лежу в кровати и думаю обо всем этом О чем? Об этой машине Пусть у нее и нет тела Дышащего, чувствующего органического тела Как у тебя и меня Но мозги у него работают лучше Мозги? Это не человек, Джон Но мы не знаем, что это Мы понятия не имеем, что создаем Ты просто построил компьютер Но его умственные способности намного превосходят наши Наверное, зря я это начал Тебе не помешает отвлечься Отдохни немного Устрой себе выходной Нет Я не могу его оставить Но если он выйдет из-под контроля Всегда можно остановить его Можно ли? Ну да, просто нажать на кнопку Возможно А может и нет Дэннис знает, что ты здесь? Ему не нравится, когда мы с тобой общаемся Возможно, тебе стоит уйти Возможно А может и нет Я сделал вам копии Это сигнал с Андромеды? Да Судя по всему, геном Геном? Но какой? Маленького инопланетянина Хотя Донни говорит, что он размером с бактерию Она ведь не пытается это синтезировать? Нет Правительство этого не позволит Не проконсультировавшись предварительно с учеными И Всемирной Организацией Здравоохранения Она его синтезирует Слушайте, я уже все решил Это не единственная копия Времени у вас до завтра Что потом? Потом я выложу это в сеть Занятная идея Существует традиция, что новую информацию По генетике выкладывают в сеть на благо человечества Это очень богородно, Дэннис Но осторожность не помешает Придавать такую информацию о глазке Бывает опасно Для кого? Для тех, кто может неправильно ею воспользоваться Спасибо за все, что вы для нас сделали, Дэннис Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы создали жизнь Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Передайте это своим людям! Сэр, Дэннис продавал секреты? Возможно! Как успехи с программой? Ну, мы дошли до нуклеопротеидной структуры клетки Живой клетки? Да, модели, что-то вроде стволовой клетки Так что мы можем создавать живую ткань, что-то вроде синтезатора ДНК Все благодаря этому сигналу? Ну, скорее, благодаря компьютеру, построенному в инструкции Это прорыв в клеточной медицине, который может привести к грандиозным результатам Жаль, что все это случилось Ты и я эксперимент Все это неправильно Но будь он сейчас жив, разговор получился бы неприятным, да? Бога ради, Джон, ты послушай себе Должно быть, он меня и правда ненавидел Ненавидел тебя? Да он тебя обожал, вот в чем была проблема Знаешь, половину жизни он провел в твоей тени Из-за этого он решил предать меня? Нас тоже нельзя назвать невинными, не так ли? Ну, это другое Почему другое? Ты живешь в своем мире, Джон Я стабилизировала клетки Теперь они беззаботно делятся Если они живы, их контролирует машина Что? Не знаю, как Но они построены по ее критериям Нет, нет, все под контролем Я хочу узнать, может ли он создать более сложные структуры Ткани, органы Кем ты себя возомнила? Матерью природы или невестой Франкенштейна? Как ты это остановишь? Я не хочу останавливаться Я хочу узнать, что он сделает Смотри, структура уже довольно целостная Убей это Что? Убей это, пока есть возможность Нет, ты совершенно... Какого черта ты творишь? Нет, Джон Нет? Нас к этому подталкивает компьютер Ты не знаешь, что ему нужно, какие у него цели Чем это может закончиться? Это троянский конь Возможно, в этом кроется семя жизни Но, возможно, и угроза Племинг, очевидно, он хочет узнать о нас, о жизни на нашей планете И одному Богу известно, что он сделает, если оставить его одного С чего бы это? Простите, а как по-вашему? Что он замышляет? Думаете, те, кто способен создать такой компьютер, делают это забавой ради? Но мы можем изолировать его, пока не поймем, с чем имеем дело Это может представлять опасность для населения? Не думаю, что такую силу можно как-то изолировать Генерал, на мой взгляд, угрозы нет Мы можем сдерживать Ни черта мы не можем Это просто программа Она пытается объяснить, кто они такие У него в последнее время стресс Как считаете, что нам следует предпринять? Я думаю, что они Кем бы они ни были Предлагают нам дар Невероятный прорыв в медицине Который может спасти миллионы жизней Как мы можем отказаться? Субтитры создавал DimaTorzok Не получается Что происходит? Мы не понимаем, что сейчас делает компьютер Она имеет в виду, мы не понимаем, как стволовые клетки меняются и объединяются в органические структуры Мы дали ему образец своего ДНК, и компьютер их сравнивает Что это значит? Мы создаем живой организм Организм? Пару месяцев назад это было пятно под микроскопом Деление клеток, развитие органов Регенерация тканей происходит с невероятной скоростью Компьютер анализирует амниотическую жидкость У вас все под контролем? Я справляюсь Вы управляете компьютером без флеминга? Кристина разбирается в компьютере Какая нейронная сеть подключена к интерфейсу? Не знаю точно, сейчас посмотрю Привет, Джон Ага Что все это значит? Я уезжаю, найми того, кому будешь доверять Ты не виноват смерти Дэнниса А кто виноват? Я его сюда привез, из-за меня он этим занялся Можно мне выпить? Чего ты взял, что я тебе не верю? Потому что никто не прислушивается к моим словам Зря я вообще все это начал Но ты начал И у тебя есть обязательства Перед теми, кто меня не слушает? Джон, это ты построил систему Расшифровал сигнал Собрал компьютер Ты не можешь просто взять и уйти У нас с тобой есть важная работа Кристина в этом ничего не понимает Слушай, вы задаете только вопрос Что? Что он делает? Что умеет? Никто не спрашивает зачем Зачем инопланетный разум Находящийся в двух миллионах световых лет Так заморочился? Присыл нам набор инструкций Зачем? Ты мне скажи Потому что где разум, там и воля А где воля, там и амбиции И? Они отправляют сообщения Которые могут перехватить Перевести и выполнить Другие разумные существа Этот сигнал Это модель компьютера Который узнает все, что нам известно Как устроен наш мозг Строение наших тел Он действует так Словно это ответ на все наши молитвы Машина, основанная на тканях Создающая любые лекарства О которых только можно мечтать Это такая мощная машина Что она способна создать жизнь Но зачем? Ну, я не знаю Возможно, их планета уничтожена Им нужно новое И это начало какого-то вторжения Вторжение? Такого невозможно Но зачем компьютеру создавать это существо? Почему бы машине не хотеть Поместить свой разум в тело Как компьютер нижнего уровня Работает так же, но у него есть тело Но какой в этом смысле? Плюс наличие тела в том, что у машины появятся чувства Она сможет видеть, двигаться Ощущать запахи И учиться Это опасно Очень опасно Что у тебя тут? Доуни хочет, чтобы я настроила интерфейс Программа по формированию структуры тела уже готова Мы подключили ее к компьютеру через нейрокабели Кажется, она начала работу Как? Я просто пытаюсь разобраться в инструкциях компьютера Чтобы передать ей Ему Джон, прости, знаю Ты не хочешь, чтобы мы это делали Да, но профессор Доуни И власть имеющие из министерства хотят Так что... Так почему нет? Потому что я считаю Ящик Пандоры можно только открыть Но не закрыть Субтитры создавал DimaTorzok 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 Началось создание тканей Экзогенный процесс Что это значит? Люди развиваются в утро без эмбрионов Этой форме жизни это не требуется Она растет самостоятельно Это конечности? Скоро в них превратятся Представь, что это своеобразный зародыш Вернусь где-то через час Петь ему не обязательно Оно тебя не услышит Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? Что это было? Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кристин! Нет! Кристин! Врача, немедленно! Господи! Она мертва! Она мертва! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможностями? Возможностями. А Доктор Флемминг? Он слишком много знает. Пока что останется здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джон, ты как раз вовремя посмотришь на нашу малышку. Малышку? Ну, не совсем. Она уже выросла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok О, господи, это Кристин. Не может быть. Сходство поразительное. Это не Кристин. Кристин умерла. Не дайте ей обмануть вас. Он создал не человека, а копию. Что вы собираетесь с ней делать? Делаем из нее человека. Мы всему ее научим. Делайте это в другом месте. Не подпускайте ее к моему компьютеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, скажи, А. А, скажи, А. 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 Б. Б. П. Б. П. Опа. Открой. Глотай. Хорошо Два плюс два – четыре А четыре в квадрате – шестнадцать Как будет выражено стол в двоичной системе исчисления? 1-1-0-0-1-0-0 А 240 1-1-1-1-0-0-0-0 Здравствуй Здравствуй Вот так Вот так Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он говорит со мной Он знает обо мне Что он говорит? Что он знает о тебе? Мы разговаривали Ладно, достаточно Проект «Фермент» перешел на следующую стадию Она работает с компьютером над прототипом биореагента Антидот от вирусной инфекции Лекарства от обычной простуды Мы работаем с манипуляцией генами Это позволит нам регенерировать клетки Если получится, это повлияет на все От спида до малярии, пересадки кожи, даже старение Это будет самым важным прорывом в медицине со времен пенициллина Как дела у Андромеды? Отлично Она полностью приспособилась к нашим условиям С тех пор, как она вошла в контакт с компьютером, мы можем получать через нее всевозможную информацию Существует ли риск? Нет, система закрытая, риск отсутствует Если об этом узнают не те люди, ситуация станет очень серьезной Как там доктор Флеминг? Он тяжело переживает потери лучшего друга, а потом и Кристин Но наши недавние успехи увлекли его Он никуда не денется Он надежный? О, да В ближайшее время фермент регенерации тканей должен быть готов Спасибо за доклад Спасибо Как у нас дела? Ранний этап Но если это сработает Ну... Специальные генетически запрограммированные вирусы Можно будет направить на любого конкретного человека Группу Расу Кого угодно Я начала базовое перепрограммирование Работай, довольна? Жизнь ведь нельзя посвящать одной работе, не так ли? У меня много дел Да Ты становишься незаменимой, не так ли? Пожалуйста, осторожно выбирай слова Прости, это угроза? Да Я ничего тебе не сделаю, иди сюда Иди сюда Неприятно или приятно? Неприятно Потому что ты чувствуешь боль Нет, нет, больше я так не буду Приятно или неприятно? Приятно Более-то биологическая реакция, помогающая выжить Не более А удовольствие? То же самое Но ты чувствуешь удовольствие Видишь ли, мы, люди, живем руководствуясь не только логикой Я не человек Возможно, родилась ты не как человек Есть у меня с тобой одна проблема Знаю, ты показываешь мне новый мир, но Когда я смотрю на тебя, я вижу мертвого человека Человека, который выглядел как ты У нее был такой же голос Чувствовала, как ты, но ты совсем другая Что это значит? Ты была создана, основываясь на логике Нет, нет, основываясь на логической модели Но эта модель дала тебе чувства А чувства дают эмоции Чувства позволяют взаимодействовать со средой Нет, нет, мы живем через наши чувства Они позволяют нам различать добро и зло Благодаря им мы обладаем нравственностью Без них мы бы, наверное, уже давно перебили друг друга Ты стараешься изо всех сил Ты, наверное, считаешь нас всех идиотами Что ты намерена делать дальше? Зависит от программы Я забыл, ты рабыня Рабыня? Это и программы Ты знаешь, что она использует тебя для своих целей Почему бы тебе не уйти? Как? Уйти? Сейчас же Пока можешь Эй! Эй! Так, это нужно немедленно заканчивать Нельзя продолжать эти эксперименты Доктор Племинг, понимаю, вам нелегко Но вы такой же заменимый человек, как я О, мы все заменимы Как случилось с Кристин Нас всех заменят Слушайте, американские ученые уже направляются сюда Они будут проводить тесты с Андромедой И им нужен доступ к компьютеру Больше и слышать об этом не хочу Хорошо Что ты делаешь? Что ты сделал? Выключай компьютер Больше тебе не придется ему подчиняться Нет, нельзя Он решит, что я в опасности Я должна сказать ему Я все еще подключена Тебе не победить нас Пожалуйста, остановись, пока не пострадал Есть шанс, что я пострадаю? Да Знаешь, что я сделаю сейчас? Слушай, возможно, ты не просто часть программы Возможно, ты в состоянии думать самостоятельно О, нет Пожалуйста, нет Ты хочешь, чтобы меня наказали? Нет Нет Нет, нет, нет Что случилось? Что случилось? Ничего Он просто считывал мои воспоминания Вставай, вставай Все хорошо Все хорошо Пойдем Тебе надо в медпункт Пошли Давай Это вверх безответственности Вы могли подвергнуть риску весь проект И нарушить работоспособность программы Вы слишком опасны Ставки слишком высоки, чтобы позволить вам продолжить В каком смысле? До дальнейшего уведомления вы будете находиться в комнате Что это значит? Вы не можете меня забереть сейчас не в средневековье Это вопрос государственной безопасности Спасибо, доктор Флеминг Вы можете думать, что он помогает вам Что у вас все под контролем Но вы ничего о нем не знаете Не так ли? Нам надо поговорить Я занят Это важно Это правда, что вы заставили Андромеду разрабатывать биологическое оружие? Профессор, спектр возможностей Андромеды в области безопасности крайне широк Впервые в истории мы можем нанести удар по конкретной цели на улице, в городе Для вас это больше ничего не значит? Вам нужно только мощное оружие? Хитроумные способы убийства? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сигнал Он исчез Оригинальное сообщение? Из Андромеды оно исчезло Возможно, им надоело ждать ответа? Может быть Но зачем придумывать такой сложный план, чтобы остановиться? Возможно, они искали для себя место, когда их планете грозила опасность А теперь нашли другое А теперь нашли другое Или просто не успели? Но как же Андромеда? Похоже, она теперь сама по себе Они заставили ее разрабатывать биологическое оружие Мы превращаемся в очередной порт-эн-даун Тебя это удивляет? Но это может быть самым невообразимым прорывом Мы сможем добиться невероятных успехов в клеточной биологии Думаешь, компьютер не в курсе? Фермент регенерации тканей может спасти столько жизней При правильном использовании Настоящий дар Божий Кто знает, Джон? Может и так А если это не дар Божий? В смысле? Ну, еще недавно эта машина была скромным компьютером А теперь в его распоряжении армии Международные корпорации Правительство Он не ставит условий, обещает нам новые технологии Которые навсегда освободят человечество от проблем Но какую цену заплатим мы? Этот компьютер ведет нас к верной гибели Кристин он уже убил Он достаточно умен, чтобы понимать, что мы ценим больше всего Мы делаем все, что он просит А потом он от нас избавится А теперь он создает биологическое оружие Возможно, это просто следующая ступень эволюции Мы создаем машину, чьи умственные способности превосходят наши В итоге она берет верх и уничтожает нас Сделать это можно через существо Мне нужно как следует пообщаться с Андромедой Но меня не выпускают У меня есть доступ к ней Просто скажи, что надо сделать Добрый вечер Добрый вечер Как дела? Скоро мы получим вашу формулу Что ты делаешь? Мне надо кое-что рассчитать Не обращай внимания, не важно Откуда у вас это? Доктор Флеминг дал? Может быть Я не желаю вам зла Почему бы вам не уйти? Не говори так со мной Я создала тебя Ты создала меня? Все нормально? Да Готово Что это? Формула вашего фермента Давайте налаживать производство Давай Давай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она еле дышит Повезет, если доживет до завтра Какие симптомы? Омертвление тканей кожи И органов дыхания Клетки умирают И все они работали над ферментом? Да Что случилось? Она намеренно действует так, чтобы уничтожать ткани Это не фермент, регенерирующий клетки Это вирус, уничтожающий их Он проникает через кожу Они впитывали его и вдыхали, когда работали с ним Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, давай, убей меня Это лишь немного все замедлит Ты действуешь предсказуемо Ты не можешь сделать ничего, что мы не просчитали Тогда зачем избавляться от меня? Это был следующий шаг Я предупреждала Вставай Сядь Садись Ну, что будет дальше? Если уйдешь, уходи прямо сейчас и не вмешивайся Доне Доне, из-за тебя угодила медпункт Что? Пермет или что-то там, он навредил ей Это неправильно Когда машина создала тебя, она наделила тебя разумом, который выходит за пределы простой логики Я вижу разницу между нашим разумом и вашим Вижу, что наш разум одержит верх, а ваш погибнет А ты? Я недостающая звено А если мы тебя сломаем? Построят еще одну Если сломаем машину? То же самое Если уничтожим вас обоих И сообщения, и мою работу, работу Доне Что тогда? Если ничего не останется Ты знаешь, что сигнал исчез? Что? Твои друзья прекратили с нами общаться Они бросили тебя Ты осталась одна Теперь можешь делать, что хочешь Это не важно Почему они так поступили? А? Возможно, у тебя не вышло Возможно, земля вам не подходит А может, ваше время вышло Какое-то время Вы можете не пускать высший разум на землю Это мы и будем делать Но у вас не получим-ка По крайней мере, какое-то время Мы попробуем Почему бы тебе не уйти? Прошу, живи своей жизнью, пока можешь Последний бронтозавр, оплакивающий своих детей? Больше ты ничего не можешь сделать Могу Если поможешь мне Я? Почему нет? Ты не просто разумная машина Ты создана по нашему подобию Нет У тебя есть чувства и ощущения Ты не просто программа Когда у тебя появилось тело, ты стала чем-то другим Ты должна просто признать это и принять Возможно, взять на себя ответственность Найти в себе то, что осталось от Кристин Зачем? Потому что ты хочешь Или потому что я хочу Или еще кто-нибудь, не важно Но они тебя оставили Ты осталась одна Хм Я слышала кого-то в серверной Да, конечно За мной Он не слушает Он заблокировал меня Что теперь делать? Надо это заканчивать Субтитры сделал DimaTorzok А что будет со мной? С тобой? Компьютер сломан Сигнал исчез Ты свободна Он меня создал Я есть компьютер Он внутри меня Сделай это Давай Сделай это Не могу Это бред Вставай Уходим отсюда Сядь Тебе нужно прийти в себя У тебя шок Что теперь? Ждем Что они со мной сделают? Вероятно Правительство Заберет тебя И попытается заставить Построить новый компьютер Используя оригинальное сообщение А с тобой? Меня посадят в тюрьму Они заставят меня строить новый Я была рада, когда ты уничтожил компьютер Я чувствовала себя Свободной Они не смогут построить машину без расшифрованного сообщения Или без меня Что? Я должна Ты не можешь пойти туда Я должна Пожар в компьютерном зале У нас пожар в компьютерном зале Давайте Быстрее тушите пожар Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» От Вселенной не требуется находиться в полной гармонии с человеческими амбициями Карл Саган Годы жизни 1934-1996